Почти никто не соблюдал регламент. Все говорили много и каждый о своем. За два часа присутствующие услышали о разном. О проблемах у осужденных и в самой системе УФСИН. О том, насколько сложно контролировать управляющие компании и ТСЖ. О нехватке зеленых насаждений в городе. О том, сколько детей-сирот получили и сколько не получили свое жилье. Покажите мне картинку о том, что все дети вышли, дети счастливы. Вот получили эту квартиру, которая... А чем больше... У меня есть эти цифры. Чем больше вы будете... Владимир Эдуардович, вы что хотите сказать? Давайте я это расскажу. Я прихожу к вам. Я прихожу к вам. От вас я этих цифр не получу. Вы оперируете теми цифрами, которые вам дают. А я беру их из первоисточников. Поэтому о чем спорим-то? Я эту ситуацию, я считаю, знаю лучше. Вернуть всех к главному вопросу попробовала Татьяна Вежевич. Но не вышло. Наоборот, закруглились из-за стола раньше времени кто-то из министров, депутатов и полицейских. Выводы круглого застолья напрашивались сами. Все, значит, так сказать, аморфно и неподготовлено в этом плане. И даже доклады сегодня, это теоретические выступления. Нам зачем это призывать, что надо взаимодействовать? Мы и так знаем. Надо конкретно сказать, какие механизмы должны быть для решения этого взаимодействия. Вот, в частности, уже должен быть проект о составе Координационного совета. Проект. Сегодня должны мы обсуждать, какие кандидатуры мы тогда включим, чтобы это действительно заработало. А то опять откладываем на какое-то время этот вопрос. К чему? Потеря времени опять. Так это же в словоблуде получается. Дмитрий Гомбоев, Булат Бадмаев. Новости дня.